всем добрый день этот донник желтый или лекарственный его можно собрать порезать высушить сферментировать а потом высушить а уже из готового сухого сырья можно делать настои и отвары но мы сегодня будем делать настой чайного гриба вот на этом растении донник желтый еще есть донник белый вот он но нам нужен донник желтый донник белый не такой душистый вот рядышком донник желтый растет это высушенный донник желтый такой приятный аромат бесподобный сегодня я буду делать из него настой которым заправлю чайный гриб получится очень вкусный и полезный напиток напоминающий вкус элитного виноградного вина в трехлитровую банку кладем 4 столовых ложки донника желтого под баночку я положу прихватку и теперь завариваем донник крутым кипятком банку заливаем не полностью и закрываем крышкой неплотной даем настояться доннику до температуры примерно 60 50 градусов уже через минуту мы получаем такой красивый настой но это только начало даем ему настояться полностью слегка остывший настой добавляем сахарный песок тоже 4 ложки ложки столовые и перемешиваем до растворения сахара и теперь даем остыть настою до комнатной температуры и так настой донника остыл хотя теперь это уже не настой а питательный раствор для чайного гриба необходимо его процедить берем еще одну чистую банку закрепляем сетку на ней резинкой и переливаем процеживая питательный раствор изготовленный на доннике в банку запускаем сам чайный гриб и последнее что нужно сделать это закрыть горлышко банки марлей которая сложена в несколько слоев от мошек как видите в этот раз я не добавлял в питательный раствор сухую заварку обычного китайского чая камелию почему объясняю в доннике желтом есть все необходимые вещества для развития чайного гриба в том числе и пурины вот за счет их и живет чайный гриб что ж осталось подождать 5 7 дней и посмотреть что у нас получилось прошло два дня питательный раствор который я приготовил из донника довольно сильно посветлел смотрите внимательно был он более желтым грибу я так понимаю он нравится даже тут приподнялся из банки типа убежать хочет вот в этот же день я делал обычный настой на черном чае китайском давайте сравним их цвет сейчас я подвину банку вот видимо да совершенно разные напитки по цвету да и гриб здесь вроде бы и больше сам по себе то есть более взрослый но еще пока не стремится подняться полностью на поверхность а вот здесь наоборот он уже даже вот я гляжу хочет убежать давайте еще подождем пока полностью настой не приготовится и потом попробуем его вкус посмотрите грибу на самом деле так комфортно в этой банке что он набрал такую силу что правда собирается отсюда убежать давайте его вернем на место вот так вот ложечкой прошло пять дней настой я так понимаю чайного гриба уже готов как с донником так и обычный давайте сейчас будем пробовать дегустировать что получилось сначала пробуем классику чтоб не убежал гриб вот такую крышечку одеваем ну что дегустирую классический настой чайного гриба кто хочет посмотреть как я его делаю можете перейти по ссылочке теперь настой чайного гриба с донником все так ему вот этому грибу с донником было намного комфортнее он так и старается убежать до сих пор все пытается улизнуть из банки даже пениться шипит как шампанское что пробуем знаете вкус и аромат вообще отличный аромат специфический такой что-то видимо как вот ферментированный донник очень похоже а вот вкус вкус как у элитного виноградного вина что-то среднее между мускатом и изабеллой правда изабелла у нас красная здесь белый получился настой но вкус отличный на этом можно было на этом можно было бы закончить но мы сейчас попробуем еще и улучшить этот настой на доннике берем бутылку стеклянную я возьму пол-литровую у кого есть больше берите больше вот на пол-литровую бутылочку я добавлю одну чайную ложку меда мед на свой вкус берем кому какой нравится у меня цветочный вот он мед растекается по бутылке вставляем воронку и чтобы в бутылке не вырос маленький молодой чайный гриб лучше настой процедить вернее залить процедив через марлю что я и делаю немножко еще можно добавить бутылочку закрываем пробкой можно немножко потрясти но не обязательно мед все равно растворится и теперь ее нужно убрать в холодильник на три дня в холодильнике наш настой чайного гриба на доннике заправленный медом улучшит свой вкус и пройдет карбонизацию то есть насытиться углекислым газом закрываем три дня прошло достаем нашу бутылочку вот она холодная и запотелая будем пробовать открываем пробую отличный вкус элитного шампанского можно сделать к любому празднику на новый год или на восьмое марта не нужно никакого алкоголя вещь